Какие-то она догадается, а она не догадалась. И вот ее теперь положение вперед или назад. А договорились, хорошее дело. Встретился на огороде, он говорит, у меня инструмент есть, помощь пришла. Помощи нету. Тот-то дошел, а это вернулось назад. А если это не на огород, а ехать куда-то дальше? И они оба оказались за бортом. Это я сегодня встретился. Подвое у нас здесь моет. Расписание вот оно какое-то у них тут приходит. Приходит, заходит, помочь ко мне, а где второй? Одному мы клич не даем, это уже определенно. Мы договорились, человек должен прийти, а его нету. Где? В окно посмотрите. Значит, мне уже работу дали, меня загрузили. У меня минуты нету, а я теперь в окно выглядываю. Я говорю, ну человек-то придет, он же знает где. Раз договорились, нету, значит, первым делом она должна зайти ко мне. Не заходит. Она, договорились, она должна быть рядом, гляжу, волнуется. Говорю, иди тогда, смотри. Вышла, человек тут стоит. Я пытаюсь доказать, ничего не докажешь, главное. Ну ты пришла стоишь. Ну мне тут вроде не холодно, я зимой была. Кто второй-то пришел-то? Ну тот-то сидит, этого не знает. Еще такие, как раз там, малохольные. Но не может человек этот сидящий знать, пришел ты или не пришел. Ему туда-сюда ходить, да и не нуждается в этом, чтобы ты дверь открывал, закрывал. Мы приехали, они раз-таки в неделю и стопили. Спросил, когда соседку через стенку, это сколько, наверное, каждый день топлю. У нас разница. Значит, выход какой? Я не просто говорю, я ищу выход какой. А выход такой. Вот сейчас я вам раздам вот такие вот картонки. Это те. Сначала возьмите в руки, пошли туда. По одной возьмите картонки. Потом вернемся. По одной. Дома напишите вот так вот. Я здесь, и подпиши Анна. Я здесь, Татьяна. Я здесь, Алевтина. Я здесь, Нина. Я здесь, Любовь. Все. И вот это вот подойдете к моим дверям, у меня там крючок около двери-то. Ну, можете, чтобы ветер не сдул, замотнуть. И заходи ко мне в гости. Другой подошел. А, здесь Лена. Все, зашла. Вопрос снятый. Фамилию еще подписано. Вам понятно? Написать вот так. Смотрите внимательно сюда. Поняли. Бери. Бери. Да, я не надо. Я такой-то. Я такая-то. Завтра еще раз повторю это. Напишите. Вот так вот, видите, как-то проткнул веревочку. Вы, ну, сделайте лучше. Я на бумажке. Я дал картонки. А что, телефона? Кому не хватило? Кому не хватило? Верни сюда. Завтра дам. Телефон это стоит. Но когда на дежурство придется. Делать, если вы встретились у дверей, вопрос. Вы потом. Еще напишите. Реплики там, все остальные. Слова потом. Если вы пришли вместе, приехали в машине или как-то вы зашли и моете. Но вот это состояние, когда один пришел и теперь сидит, ждет, другого нет. А кого ждать, когда он здесь сидит, тот человек? Ну, подойди к дверям-то. Тебе что, отказывали заходить? Я не пойму. Ну, чего вы боитесь ко мне зайти-то? Или три поклона боишься сделать? Мне это в радость, когда вы заходите. Один сидит, она сразу пришла, эта душа села и сидит. Я маленько поговорю, подвинулся, расспросил домашние дела. Как что? По-божественному. Как молитесь, как встаете. А ты не зашла и вообще с тобой даже разговора никакого не было. А ты тоже нуждаешься в этом. И даже очень нуждаешься. Понятно сказал? Кому непонятно. Это на вашей двери? Ко мне, около двери, с этой стороны, у моей двери. Конечно, ко мне ты заходишь, пришла. И вот так, ну, там крючок, вверху гвоздик. Повесила и все. А та только подошла. О, а Нина-то уже пришла. И она сразу заходит. А та опять на пищу. Она туда не поднялась. Она и не пойдет туда. Она не пойдет сроду, она будет здесь. Она пойдет и забудет ее. Игнать Тихонович, у нас у всех сотовые телефоны. Мы когда идем, мы... Вот она как раз такая. Я говорю, шла, телефон сел. Не поправляй меня. Нашли моду какую, на телефон надеялись. Его не было изобретено. Ни Мартин Купер так бы клевали носом. Не надо нам телефона, если бы в уме. Все на телефон. Стоит около окна моего и звонит, я говорю, еще. А я стучала, вы... Как куда стучала-то в семке? Это семечная дверь. А которая внутри, там обито... Что ты в материю-то стучишь? Ну, в материю, вот я стучу, я сам не слышу. У меня ручка там есть. А ручка привержена к двери деревянной. Рядом палочки лежат. Постучи. Я услышу. Нет, подойди к той стороны, где там для воробьев кормушка-то. Я сижу туда, смотрю, я увижу. Вот прям создают невыносимую обстановку. А я пришла, я стучала. Была, стучала. И ушла, не зашла. Да как же ты могла-то? Да не ты одна. Приехал человек за сотни километров, стоял здесь, знает и не подошел к окну. Да какие же мы после этого? Да если мне человек нужен, я ползком буду ползти к нему. И все что-то создают какие-то вот такие вопросы, туманности. Вы поразмышляйте о тех людях, которые были с нами, ушли. У них не сегодня это пузырение началось-то. Куда прошли? А я возвращаюсь туда, где 13 лет назад была. Вот она сегодня там. Никто ее не знает. Она просто пришла, отстояла. По-русски не считается. Салтыр, на счете, не знает. Перешла на торговлю. Теперь она будет покупать вещи. Все. Пришла 13 лет. За каждый день отвечать перед Богом будешь. Сколько в тебя вложили? И у всех одинаковое желание. С кем знакомо было, сейчас пойти из общины, вырвать, начинать где-то говорить. Это одинаково. А что? Демонический дух. Дьявол пал с неба и не замер. А ходит и искушает. Всех сделать подобными дьяволу. Ну, пал тебе мука. Чего ты ходишь? Суетишься-то? Ты пал. Вы все имели. Дьявол все имел на небе. А теперь Христа надо искусить еще. Если ты сын Божий, бросьте. А тебя не понесут ангелы. Читай Великого Инквизитора Достоевского. К слову сказать, Ульянов Михаил сыграл его. Ой-ой-ой. Я никогда не думал, что такой сюжет можно сыграть как-то. Видели кто? Зарядите. Вам понятно? Второй вариант. Когда у меня сгорел та квартира, дом, сгорело все. Но чудом Божьим, библиотека осталась почти вся целая. Вообще невероятная вещь. Бумага в первую очередь гореть должна быть. И когда пожарники в окна там пролезли, поливали, все залили. А книги стоят сухие. Когда я был в Америке, загрузили контейнер метров, наверное, 12 длиной. Вот этот огромный контейнер, который везут-то. Потеряевку. Там мне дали станки точной обработки по дереву. Один отдал, он работник был. Ничего не дошло. Только один написал из Санкт-Петербурга. Я сейчас сижу ем, и тут написано ваш адрес, простите. С милицией пришли, все разграбили. Милиция сломала замки, вытащила. Все пропало. А иконы и книги дошли. Так ничего и не пропало тогда. Когда Верховный суд совершился, у них этого не было, они поели. А мы потеряемки всегда имели. Я крапиву сорву, подорожник на толку, все равно наемся. А у них в Санкт-Петербурге нету. Они еще старой голодовкой мучаются. И люди, которые прошли голод, там они все время нуждаются. Им надо помогать, чтобы они не умерли. И вот когда книги сюда собрали, а библиотека-то у меня очень хорошая была, два библиотека ли у меня было официально, только. Я же приходил, когда на занятия, тогда в Алтайском государственном университете вел, и в техническом, и в педагогическом, и в сельскохозяйственном, и в институт культуры. Все университеты охватывал. И везде приходил книги, и давал людям, и говорили, они не отдадут. А я знаю, что они отдадут, но я говорю, вы дайте слово, что вернете. Они не вернули, я говорю, я с вас снимаю этот долг. Южным странам мы гасим долги, миллиарды. Это на суде Божьем будет. И когда у меня книги эти были, мы привезли сюда, я их стал раздавать. И поэтому создалось несколько библиотек. В вашем доме, в комнате, есть библиотека моя? Да, есть. Да тебя не было, киваешь головой, тебя в то время даже кипич не было. Нет, когда раздобавили, после пожара, когда мы вычислили, я немного, маленькая. Я хорошо очень понял, что Третьяков с Дебуновым. Да, основная, не она что-то. Мешки стоят, мешки, книги загруженные. Я чему говорю? Есть такой журнал, патриарший, называется «Русский дом». По благословению патриарха Алексея Второго, Христианкина, Гурьянова, в котором третьим номером этим годом про нас большая статья запечатана. Здесь есть фотографии. Так вот, здесь разные номера. Сколько тут? Раз, два, три. По десять журналов. Я хочу в эти библиотеки отдать. У кого есть? Чтобы они там были. У вас есть библиотека, несколько книг сегодняшних. Ну, все маленько, у меня мало. Нет, 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 там много. Ну, а библиотеки только у Игорев. У Игорева? У обоих Игорева. Да, у обоих Игорева. Больше ни у кого. Огромные. Любовь Николаевна, ты возьми у меня сейчас их. Возьму. Спасите Господи. Главное, главное Игоря. Аминь. В столе мы положили надписи, где мы были. За рубежом. И рядом карта Европы. Завтра заснимем это все. А вы пока посмотрите внимательно. Где мы были. Вещь невероятная. Только стоит задуматься. Были там, и сразу картина всплывает. Все заснято было. А внизу Атлантический океан. А тот раз были Тихий океан. Даже два этих слова еще-то стоят они. Сегодня передали. Какую охоту за моими книгами устраивают священники в центре России. Ужас один. Они еще больше не занимаются. Они ничего не видят, не знают. Это они перед погибелью. Это всегда так было. И второе. Когда статью-то просто писали. Не поймешь, хорошая или плохая. Это журнал, кажется, смена. Там собеседник, приложение было. А проректор по учебной части АГТУ Семкин. Побежал вниз сам. Купил или взял. И мне принес и дал. Я говорю, да как, хорошая статья. Да не пойму, говорю, ты хороший там. И что-то такое. Но одно то, что они не согласны с вами, уже чего-то стоит. Это тоже реклама. Любая антиреклама вам, это реклама. И так, что они кто-то не согласны с чем-то. Человек имеет произволение такое. Но во свете Библии мы обязательно придем к одному. Во свете Библии. Я прям нарываюсь на то, чтобы меня вызвали в Синод Патриархии. Отовсюду, где бы ни были, священники там против. А сейчас увидели, как служит епископ Сергий. И как тут хорошо. И мне говорят, этим надо воспользоваться. Я говорю, ни в коем разе. Мне зачем? Епископ сегодня расположен, завтра нет. И куда пойдет это все? Мне нужно только одно, чтобы человек обратился ко Христу и полюбил его живое слово. Больше мне ничего не надо. И это вот моя миссия в этом и заключается. Отошел. С Богом. Один нельзя. Это не только место могут быть. Вы, Игорь, попросили потом. Потом, когда Игорь, войдет. Так, все, уходишь. Субтитры подогнал «Симон»